Будь белым, будь черным, но не будь серым. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим красивые позиции, в которых один из соперников проводит комбинацию, но затем его оппонент проводит контркомбинацию и добивается либо ничей, либо даже красиво побеждает. Итак, это позиция из партии Куперман-Романов. Белыми играл чемпион мира по стоклеточным шашкам Исер Куперман. Можно по-разному относиться к этому человеку. Кто-то его превозносит за его идеей, за то, что он стал чемпионом мира по стоклеткам. Кто-то его ненавидит за то, что он сплавлял партии, играл нечестно. Но, друзья, в любом случае эта личность неординарная. И в этой позиции против Исера Купермана играл черными мастер Романов, москвич. В этой позиции черным надо было играть ход черных, надо было играть ЖС-6 и в дальнейшем размениваться ходом ФЕ-5. Но черные увидели, что могут провести комбинацию, не до конца оценили ее последствия и в итоге поплатились за это. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Черные играют ФЕ-5. Ну и белые могут бить в любую сторону, тут без разницы. Ну, допустим, побили таким образом. Теперь черные играют БА-7. Жертвуют еще одну шашку. Пропускают белых в дамки. Затем строят подударную цепь и последним ходом полностью выстроили цепь и проводят так называемый удар-стрела. Очень эффектный. Да, красиво, друзья, но в этой позиции белые предусмотрели опровержение плана черных. Ну, во-первых, белые могли разменяться таким образом, затем пожертвовать две шашки и добиться ничьей. Но здесь у белых есть даже выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти его. Белые играют ДЕ-3. Ну и на какое бы поле черные не били, они проигрывают. Если они бьют на Б2, тогда отдаем шашку и выигрываем таким образом. Если же черные бьют на поле А1, тогда белые жертвуют шашку и возникает вечно зеленый финал. Запирание дамки. То есть играем ЦБ2, у черных остается единственный ход. Белые бьют шашку. Ну и видите, друзья, у черных дамка, но ей просто некуда ходить. Красота. Это позиция, фрагмент из партии Кошелкин-Байков, которая игралась в 1978 году. По переписке, кстати. И в этой позиции у белых была такая ничья. Она была на пасть. Ну и после того, как черные жертвовали шашку, обе стороны прорывались в дамки и партия заканчивалась ничьей. Но в этой позиции белые увидели, что могут провести красивую комбинацию. Не до конца оценили ее последствия. И в итоге, ну давайте посмотрим. Друзья, во-первых, поставьте видео на паузу и попытайтесь найти комбинацию за белых. И оцените ее последствия обязательно. Белые играют ЕД4. Затем ЦБ4. То есть видите, выстрелили под ударную цепь. И затем проводят свой финальный удар. И попадают на поле Д8. Но здесь черные предусмотрели опровержение плана белых. Они поймали дамку и побили неожиданно вперед. И выясняется, что у белых единственный ход. АБ6 иначе не проиграют. Но черные играют АЖ3. И здесь создаются знаменитые этюд Мишина. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Очень красивый этюд. Но у белых пока единственный ход. Б7. Черные играют Ж2. Видите, дамку ставить нельзя, потому что черные отойдут и дамка погибнет. Поэтому белые играют Ж2. Единственный ход. Теперь черные играют ДЕ5. Снова дамку нельзя ставить, потому что она тут же будет поймана. Поэтому остается единственный ход ФЖ3. Теперь черные играют ДЕ3. Снова дамку ставить нельзя, потому что черные побьют шашку. И затем проводят все три шашки в дамке и легко выигрывают. Поэтому белым приходится играть Ж4. Теперь черные играют СД2. Именно сюда. Опять нельзя ставить дамку. Она будет поймана. Приходится играть АЖ5. Ну и черные ставят дамку на С1. Как всегда нельзя ставить дамку, поэтому приходится играть Ж6. И здесь черные ставят еще одну дамку. Снова нельзя ставить дамку, так как она будет поймана. Поэтому у белых снова единственный ход АЖ7. Ну и здесь черные проводят небольшую, но симпатичную комбинацию. Красиво жертвуют дамку. Затем шашку. И выигрывают. Теперь, друзья, рассмотрим партию Соломона Блиндера, брата Бориса Марковича Блиндера, неоднократного чемпиона СССР по русским шашкам. И Николая Алфимова. Партия была сыграна в 1952 году в Ленинграде. СД4. АЖ5. Ж4. Дебют. Обратная игра Бадянского. Но черные играют БА5. И предлагают белым поставить кол. Белые, естественно, ставят кол. И получается уже дебют, так называемый кол Воронцова. Очень острый дебют. Но в этом дебюте обе стороны имеют очень большие шансы на победу. У белых преимущество, но надо играть точно. Черные играют ФЕ5. Белые БЦ3. Черные БЦ5. Белые ФЕ3. Черные играют ЖФ6. Пытаются как-то разгрузить свой сильный левый фланг. То есть у них, видите, проблема с шашкой АЖ8. И белые играют ЕД2. Грозят разменяться таким образом. И получить еще большее преимущество. Поэтому черные уходят СБ4 на фланг. И белые играют АЖ3. Черные играют БЦ7. Ну и в этой позиции белые должны играть активно. Если они просто будут размениваться назад, то черные даже перехватывают инициативу. Получают преимущество. Но белые здесь играют ЕД4. Такой рискованный ход, друзья. И черные играют БА3. В этой позиции Соломон Блиндер сыграл ДЦ5. Это сильнейший ход. Но, друзья, здесь плохо играть АЖ5. Так как раз в одной из партий сыграл Борис Блиндер. То есть и здесь белые получили проигранную позицию. То есть вроде бы кажется у белых большое преимущество. То есть белые пожертвовали шашку. Сейчас ее отыграют. Поставят рожон на поле Ф6. И никаких проблем не будет. Но черные отдают лишнюю шашку. И играют красиво АБ6. И выясняется, что позиция белых проиграна. То есть на ход ЖФ6. ЖФ6. Черные играют просто СД6. И белые проигрывают как раз из-за своей отсталой шашки А1. То есть видите, друзья, позиция перевернулась. У черных была проблема. Шашка А8 отсталась. Сейчас наоборот у белых такая проблема. А если белые играют ДЕ5. То черные играют БЦ5. Ну и после СД4 также черные выигрывают. А если белые играют ЖФ6, то здесь возможно очень красивое продолжение. Черные нападают. Надо закрываться. И черные проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. И обязательно оцените последствия. Черные играют СД6. Затем пропускают белых в дамки. И тут же ловят дамку белых. И бьют именно на поле Е1. Ну то есть на А1 нельзя было. Потому что дамка черных ловилась. Ну и здесь выясняется, друзья, что позиция белых проиграна. То есть на ход ФЕ7 или ЕД6 черные подрывают пункт С1 и легко побеждают. Поэтому белым надо жертвовать одну шашку. Затем вторую шашку. Обязательные ходы. Ну и здесь как бы белые не играли, они проигрывают. Допустим на ход ФЕ7 играем АБ2. Ну и на ход на постановку дамки. Допустим таким образом ставим дамку на Б4. Не даем белым провести шашку в дамке. Поэтому белым приходится играть дамкой на Ф6. Тогда мы загоняем дамку на поле Ф8. И грозим следующим ходом поставить дамку, выиграть шашку Е5. И победить в этой позиции. А если белые жертвуют шашку, то бьем. Белые бьют. Скромно играем дамкой на Е7. И следующим ходом ловим дамку белых. Если же белые в этой позиции играют допустим ЕД6. Тогда играем АБ2. Но видите эту шашку двигать нельзя. Потому что белые проигрывают шашку Д6. Поэтому приходится играть, ну допустим ДЕ7. Черные ставят дамку на поле С1. Ну и на постановку дамки, допустим на поле Ф8 нападаем. Таким образом надо закрываться. Затем ставим еще одну дамку и шашка Ф6 гибнет. Черные побеждают. Поэтому HG5 нельзя играть. Надо играть только ДЦ5. Ну теперь на СБ6 можно просто разменяться. Вот таким образом. И белые получают преимущество. Поэтому черные играют ДЕ7. В этой позиции белые играют ДЕ3. Ну и как бы черные не играли, все-таки партия заканчивается ничьей. То есть на ход СБ6 белые здесь даже выигрывают. Так играть плохо. Если черные играют АЖ7, белые жертвуют шашку и нападают. То есть видите, такого нападения, такого размена нет. Из-за СБ2 и белые попадут в дамки. Поэтому черным приходится закрываться. Теперь белым надо играть GH2. ФГ5 играть плохо. Там черные даже выигрывают. То есть они играют АБ6. Затем ЕФ4. Ну и после всех разменов, видите, черные захватывают центр. И в дальнейшем должны победить в этой позиции. Поэтому черные в этой позиции предпочли напасть. Но белые проводят симпатичную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Белые играют СБ4. И затем ставят так называемый контрудар. Или в простонародье присоска именуется. Ну и как бы черные не били, белые все равно попадают в дамки. Форсировано. Кажется, что позиция черных проиграна. Но это не так. Черные предусмотрели в этой позиции красивую контркомбинацию. Ведущую к ничьей. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Черные играют ХГ5. Пропускают белых в дамки. У белых уже, друзья, две дамки. Но все равно черные добиваются ничьей. Они играют СД2. Затем БЦ3. И затем красивым ударом завершают партию ничью. Ну, последняя партия на сегодня. СД4, ДЦ5. ЖХ4, СД6. Белые играют АЖ3. То есть хотят отойти от вариантов отыгрышей городской партии. В этой позиции черные сыграли БЦ7. Но обычно здесь размениваются назад. И все равно возникают варианты дебюта отыгрышей. Но обе стороны, так скажем, обостряют игру. Партия Рабинович-Семенов. Ленинград. 1938 год. Белые играют БЦ3. И здесь черные сыграли ДЕ5. У белых единственный ход. То есть черные грызят сыграть ЕД6. И полностью связать позицию белых. И выиграть. Поэтому белым надо жертвовать шашку временно. И нападать сразу на две. В этой позиции надо закрываться только СД6. ЕД6 проигрывает. Потому что белые отдают шашку. Но сюда бить нельзя. Потому что белые попадут в дамки. Поэтому приходится бить на поле Д4. Теперь белые отдают еще одну шашку. И после всех разменов форсированно попадают в дамки. С выигрышем. Поэтому в этой позиции черные верно закрылись. СД6. И надо нападать ходом БА5. Здесь можно играть ДЕ5. Но черные предпочли еще подкрутить позицию. Сыграли ФЕ5. Белые могут побить в любую сторону. Белые побили партии на поле Ф6. Но можно бить и на поле С7. Тогда черные бьют на поле С3. И белым надо бить именно на поле Б4. С равной позицией. Потому что на поле Е5 бить нельзя. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за черных. Черные играют СБ2. Затем СД4. И ЕД6. И попадают форсировано на придамочное поле. С выигрышем. Белые в партии побили на поле Ф6. И черные бьют на Е5. Белые бьют на С7. Ну и в этой позиции, если черные побьют назад. Белые сыграют Е4. Затем отъедят шашку Ж3. И получат преимущество. Поэтому в этой позиции черные предпочли побить вперед. Белым в данной позиции также надо было играть ЕФ4. Отъедать шашку Ж7. Ну и в дальнейшем получить преимущество. Так как видите, отходить здесь шашкой нельзя. Потому что белые проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти ее. Белые играют ЭФЖ5. Затем АБ4. Затем СБ2. Пропускают черные в дамки. Но дамка тут же гибнет. И белые совершают красивый удар. Шашка превращается в дамку. И продолжает удар уже как дамка. С выигрышем. В этой позиции белые не разгадали замысел черных. То есть еще раз повторюсь. Им надо было играть ЕФ4. С преимуществом. А белые здесь решили провести сами комбинацию. То есть сыграли АБ4. Затем СБ2. Пропустили черных в дамки. И сыграли ЕФ4. Надо бить две шашки. Белые прорвались в дамки. Ну и считали, что у них выигранная позиция. Но черные были иного мнения. Они здесь провели красивую контркомбинацию. И выиграли. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти контркомбинацию за черных. Черные играют АЖ7. Белые обязаны бить. Черные отдают шашку. Приходится бить на поле Д8. Другого нет. Ну и видите, друзья. Черные ловят дамку. И получают большое преимущество. Здесь его достаточно для победы. То есть видите. У белых шашка бортовая на поле АЖ4. У черных весь центр. И здесь они легко побеждают. Можете убедиться в этом сами. Друзья, если вам понравились данные красивые комбинации. Пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Я думаю, оно будет многим интересно. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы, если что-либо не ясно. Ну и да, друзья. Если у кого-то есть информация. Как раз о первом фрагменте. То есть о партии Куперман-Романов. Кто знает, как она получилась. Из какого дебюта, пожалуйста, напишите. Мне очень интересно. Друзья, играйте много. Играйте честно. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях.